Сколько еще жителей находится за пределами Ненецкого округа, в частности в странах, отнесенных к опасным по коронавирусу, не выяснено. Известно лишь то, что за последние сутки еще 9 жителей Ненецкого округа пересекли границу. В Ненецком округе принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для приема пациентов полностью готово помещение в тубдиспансере, оно готово принять 12 человек. Также рассматривается возможность перепрофилирования психиатрической больницы. Пока она работает в штатном режиме, далее на очереди инфекционное отделение. Для приема тяжелобольных предусмотрен операционный блок Ненецкой окружной больницы. Там можно будет разместить 7 пациентов. К числу резервных относится и детская больница. Учитывая те требования, которые мы получили с Минстрала, не менее 70% коек должно быть обеспечено подводкой кислорода. У нас сегодня это единственное помещение, где помимо главного корпуса есть подводка кислорода. Мы его рассматриваем как резервный. Но еще раз повторюсь, это резервный вариант и сегодня он продолжает работать в штатном режиме. Нет проблемы с медицинским персоналом. Благодаря приостановке работы мобильной бригады, это 12 специалистов удалось направить врачей на пост, через который проходят все приезжающие из Зимника и в аэропорт. Посту, который установлен на дороге с Зимника, выявлен один с высокой температурой. Сейчас обследуется на дому. И вчера также за день был выявлен один с высокой температурой пациент, который прилетел. Они также обследуются на дому. Еще одна из мер, принятых в Ненецком округе для нераспространения инфекции, внесения изменений в постановление губернатора об особом режиме. После их принятия приостановить свою работу должны будут частные организации дополнительного образования, фитнес-центры, организации общепита, которым будет предложено перейти на режим работы по доставке пищи на дом. Также по возможности не надо посещать общественные бани. Учреждения здравоохранения будут работать в штатном режиме, но без проведения диспансеризации и профосмотров. Также будут прекращены любые виды стоматологической помощи, кроме экстренной. В целом, отмечают в Роспотребнадзоре, активность и времяпровождение необходимо максимально снизить. Следующая неделя, объявленная нерабочей, подразумевает режим изоляции. Эта мера сейчас вводится для того, чтобы наши граждане как можно меньше посещали места массового пользования, выходили из своего дома, то есть в том числе даже ходили на работу. То есть это время, когда наши граждане должны находиться дома, максимально находиться дома. И вот эти каникулы, они должны расцениваться именно так, потому что уже начались звонки, даже наши граждане спрашивают, а могу ли я выехать в другой субъект Российской Федерации. Мы им отвечаем, нет, вы не можете выезжать в другой субъект, потому что эти каникулы предназначены для того, чтобы вы находились действительно дома и максимально не выходили за пределы своей квартиры. Это относится и к прогулкам. По возможности лучше устраивать воздушные ванны, проветривая квартиры. Услугами по доставке продуктов или выноса мусора можно воспользоваться, обратясь в волонтерский центр. Это, отметил руководитель департамента здравоохранения Сергей Сверидов, относится не только к самоизолированным. Мария Даник, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok